Детское радио представляет Буквоет Давно хотел уточнить латинское название сырного дерева И заодно справиться, где оно растет Так, так, так Кто-то врвал эту страничку из энциклопедии Сколько лет живу в городской публичной библиотеке Ни разу еще не встречался с таким вандализмом А теперь у нас завелся хулиган Что же делать? Надо его изловить Пойду посоветую с Симой Она хоть и глупый мышонок, но иногда дает дельные советы Сима, мррр Послушай, лебезный друг У нас случилась беда В библиотеку проник хулиган, который портит книги Мы с тобой должны вместе придумать, как его изловить Мой детективный метод подсказывает мне Что для начала нужно определить его привычки Скажи, Астап, какую книжку он скрыз? Пропала страница из энциклопедии С сырным деревом А не приложу Кому оно понадобилось? Пи, неправда Кому? Постой-ка, постой-ка Сима, а ты же недавно ходила в справочный отдел Ходила И что ты там делала? Я просто листала энциклопедический словарь И когда увидела страницу с сырным деревом Да еще там была картинка А на картинке его плоды так похожи на маленькие головки сыра То я решила совсем чуть-чуть его попробовать И не заметила, как сгрызла всю страницу Вот и... Сима, моему возмущению нет предела Ты... ты... ты же знаешь, что этого делать нельзя Знаю, но у тебя там все нельзя То нельзя, это нельзя Нельзя только книжки читать Сима, если бы ты читала больше книг Ты бы знала, что слова «льзя» в современном русском языке нет А если бы ты читала еще немного больше То знала бы, что когда-то оно и правда существовало Оно родственно таким словам, как «люгота», «легкий» и «польза» А выражение «нельзя» появилось по аналогии с выражением «не место», «не время», «не дело» Сейчас же слово «льзя» полностью исчезло Из самостоятельного употребления И сохранилось только в диалектах А ты книжки не читаешь, а ешь Поэтому тебе от них никакой пользы Прости меня, оставь... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова